Почему новый 3D Пиноккио? Это на самом деле переделанный Буратино, и что с ним не так? Как русскую версию приключений... Кстати, да, он же не похож на Пиноккио, он похож даже на Буратино. Кстати, Пиноккио и Буратино это разные вещи? Ну смотри, сначала была сказка Пиноккио, получается, потом ее перевели и адаптировали, и она стала называться Буратино, и это уже как бы чуть-чуть другая история. Там какие-то моменты новые вроде истории не дописаны, какие-то вырезаны, короче, это по мотивам Пиноккио, получается. Деревянного мальчика пытаются в измененном виде пихать на запад. В чем отличие Буратино и Пиноккио? Как в советских версиях сказок меняли пол персонажей? Как история Буратино приобрела жуткие краски? Сегодня мы во всем этом разберемся, не отходите далеко. Всем массовый здрев. Расскажу вам одну из причин, почему в детстве у меня ломался мозг. Осознание того, что есть русские и американские версии, казалось бы, одного произведения. Да, та же тема с Маугли. С Винни-Пухом та же точно тема одинаковая. Вспомню Винни-Пуха Диснеевского и нашего Винни-Пуха. Ну и да, да, очень много таких вещей. Че некий элемент противостояния между ними. Помню, как взрослые задавали мне вопросы, типа, а какой Винни-Пух тебе больше нравится, советский или американский? А я такой, не знаю, что вы ко мне приставили. У меня всегда было ощущение, что... А почему тебе больше нравятся американские? Ну красиво. Рисовки? Ну реально. Смотри, ну это как детский рисовок. Так в этом же фишка, что типа, понятно, ладно. Мне это не нравится. Я поняла, ты хочешь такого более классического аниме. Да, да, да. Винни-Пуха должно быть больше мультяшных историй. Ведь если у американского куча серий, то почему это у нашего нет? Какая-то несправедливость. А сильнее всего у меня взорвался мозг, когда мне подарили вот такую книжку, где как бы изображены версии из советского мультфильма. Ага. Со временем я начал понимать, что есть как бы наши адаптации, смысл в которых может пойти в совсем иные дали по сравнению с оригиналом. Яркий пример это приключения Буратино или же Золотой Ключик. Изначально писатель Алексей Толстой просто переводил итальянскую книжку приключения Пиноккио и немного баловался адаптациями итальянских реалий. Ну, короче, короче, это как это, Мария Спивак в мире Гарри Поттера. Давайте, переводите. Говоря еще читателей. Но в процессе он так увлекся, что повернул историю в исключительно свое русло. Если оригинальный Пиноккио обладал диковинной особенностью с увеличением носа, когда тот врал, то Буратино был избавлен от этих жутких мутаций. Кстати, зря. Мне кажется, это очень интересная особенность. Ну, типа, это классно. Это получается сразу такой маленький детектор лжи прямо на лице. Ну, ты знаешь, что может быть все очень хорошее такое, какой-то моралью сказки. То есть, знаешь, что тебя сразу разоблачат, если ты врешь. А все-таки эта особенность, мне кажется, надо было оставить. Она очень такая интересная. Да и вообще Толстому была не близка вся эта мораль с главным героем, который проходит путь, чтобы измениться и заслужить возможность стать настоящим мальчиком. Он считал, что вместо этих унылых проповедей, история нуждается в духе авантюризма. Так что, если у Пиноккио перемена в его поступках приводит к буквальным метаморфозам в реального ребенка, то Буратино так и остается поленом до конца своего пути. И в этом на деле тоже что-то есть. Он принимает себя таким, какой он есть. И вполне доволен своей личностью без каких-либо жалких порывов подогнать свое естество под окружающие его стандарты. Награда Пиноккио – превращение в мальчика. Награда для Буратино – новый театр для него и его друзей. Так и Буратино понимал, что выгоднее вкладываться в недвижку. Возвращение Буратино было примером советского гендер-бендера, где лис-самец превратился в лису-алису. Видимо, ради этого прекрасного фонетического благозвучия. Интересно, если бы в Союзе… А, ну потому что сочетается лиса-алиса. Кстати, я видела ролики на ютубе, где есть у людей типа домашние лиса. И как ты думаешь, как чаще всего их называют? Алиса, естественно. Оригинально! В Советском Союзе адаптировали Зверополис. Ник, стал бы Никой, чтобы лесбияница с товарищем Жанной Хобсовной? Так, нет, по-моему, Советский Союз так не работал. Вообще, в Советском Союзе активно процветала тенденция смены пола персонажей. Так поступали с Совой в Винни-Пухе или, например, с Багирой в Малкре. А, с Багирой, да. Кто-то может сказать, что это было связано с особенностями русского языка. Ну, типа, пантера на русском – это только женский род. Ты хоть об стенку ошибись. Но, если так подумать, ничего не мешало использовать слово «леопард». Собственно, пантера – это и есть «леопард», обращайтесь. Да, да, мы знаем, смотрели. И вот это половое изменение, по сути, противоречило замыслу оригинальной книжки. Ведь там Маугли и Багира, или Багир, если вам будет угодно, это пример крепкой мужской дружбы. Ого. Брат за брата, вот это вот всё. Вот пример конфликта в книжке. Вообще, может, было реально просто перевести как «Багир». Ну, у тебя было бы тоже нормально, мне кажется. Ну, звучит как-то не так, да? Почему? Пантера – Багир. Он – Багир. Это сейчас у нас всякие феминитивы есть, там, докторка, учителька, библиотекарка. А тогда я не знаю, как с этим справиться. Просто говоришь, и всё, что вот женщина. Я не знаю, как, как, как вот. Есть же, не, ну, курица-петух – какой плохой пример. Не знаю, лиса и лис есть. Пантера и пантера. Блин! В оригинале «Багира», который самец, готовился к свиданию с самкой. И смысл вопроса Маугли – к лицу ли Багире резвиться и кататься кверху лапами – совершенно очевиден. Маугли обвиняет Багиру в недостаточно мужественном поведении. Не по-пацански это как-то. Маугли также испытывает мальчишескую ревность. От того, что Багира, так сказать, на бабу променял боевую мужскую дружбу. И сам себе ещё не отдавая в этом отчёта зависть. Так как обнаруживает, что у Багиры есть что-то, чего нет у него. Ревность к другу, который нашёл себе женщину. Я думаю, ситуация понятная, и многие из вас с ней сталкивались. В русском переводе же из диалога Маугли и Багиры трудно извлечь какой-либо внятный смысл. Кроме того, что Маугли почему-то недоволен. В таком контексте ревность Маугли к Багире-самке может вообще приобретать какой-то сайфельский оттенок. Это, конечно, тоже интересный сюжетный поворот, но явно автором не задумавшийся. В результате для русского зрителя Багира прямо ассоциируется с женственностью. Просто погуглите, сколько есть салонов красоты с таким названием. Но при этом на деле оригинальный персонаж всегда был и оставался мужиком. Ладно, вернёмся. Так мозг взрывается у иностранца, который вырос на американской версии. Он же, естественно, не смотрел советского Маугли и такой, в смысле Багира, что? Пусяк Буратино. Он не знает про него. Ну да, да. В общем, очевидно, что советская поп-культура вполне топила за пополнение женских персонажей. Так в сказке про Буратино появилась черепаха Тортилла и Мальвина. Технически последняя основана на фее из Пиноккио. Но так как Буратино не нуждался ни в каких превращениях, Мальвина активно занималась его изменениями в плане знаний. В частности, правописание. Забавно, что в советской сказке Карабас-Барабас, директор театра кукол, главный злодей всего повествования. Однозначное зло. Борясь с ним, Буратино вполне олицетворяет бунт против несправедливого капитализма. Ну а с Пиноккио в этом плане всё проще. Но явно только не в имени хозяина театра, которого там зовут Манджафоко. Я такое даже не помню. Я думаю, всем понятно, почему ему решили поменять имя. Так вот, Манджафоко тоже вначале хочет сжечь Пиноккио. Но узнав, что тот единственный сын Джепетта, который его выстрелил, жарит его и решает растопить очаг одной из своих кукол. А когда Пиноккио самоотверженно решит... Слушай, это похоже, честно говоря, на фильм ужасов. Кто хотел сказать? Каким-то, вот причем такой страшный фильм ужасов. Типа, если бы они сделали фильм ужасов про Буратино, было бы, наверное, прикольно. Кстати, очень интересно. Подошло бы. В реалиях было бы классно. Ты что, такой декораций? Мы показали, как его жарят, как он такой... Ну, жарят, в смысле, на огне. И он такой... Интересные фантазии! Знаешь, в любом случае, Вадим, получается, очень интересные фантазии. Мешая, что лучше сгореть самому, чем позволить кому-то другому страдать, хозяин театра вообще к нему проникся и подарил пять золотых монет. В общем, в итоге произведение совсем отошло от задумок оригинала. Золотой ключик стал неотъемлемой частью отечественной культуры. Да, если я смотрю на золотой ключик, на то Буратино я вспомнила, что еще очень популярный наш напиток золотой ключик. Помнишь? Тоже, мне кажется, самый культовый такой. Экранизация, в которой была комбинированная съемка с куклами, появилась еще в 1939 году. И сейчас от некоторых моментов можно словить немножко крепоты. Вырезает. А, хорошо. Привет, сыночек. Почему вы так странно смотрите на меня? А почему на вы? В 50-е годы вышел культовый мультфильм. А в 70-е, наверное, еще более популярный телефильм с запоминающимися песнями. А бренд Буратино уверенно садил территорию советских газировок. А потом грянули 90-е. Изучая материал на тему, я наткнулся на постер вот такой вот штуки под названием «Новейшие приключения Буратино». Причем мне нравится, что вот это название написано настолько скромным мелким шрифтом, будто его стыдятся. Зато не стыдятся огромной груди героини, которая настолько открыта, что может сложиться ощущение, что перед нами какая-то, ну как минимум, эротика. На деле же это был дешевый кликбейт. Это пресная музыкальная комедия из 90-х, где певица Кристина Арбакайте – это типа современный Буратино. Да, никакого грима и интересных костюмов. Просто звезды 90-х, о чудо, поют песни. Кто-то почитал, что достаточно просто назвать Арбакайте Буратино, и все, идея продана. Это так странно. И чего это она не выглядит в фильме, как на обложке? Это, возможно, хоть как-то бы спасло данную картину. И если уж говорить о каких-то деконструкциях образа, в этом плане более любопытен набор короткометражек под названием «Буратило». «Буратило» был дерзким персонажем, готовым порезать себя бензопилой, чтобы показать, что он достаточно давно живет на этом сети. А, взрослый, типа. Был курильщиком. И в некоторых мультфильмах имел отросток между ног. Это был парад довольно сюрреалистичной анимации, которая была способна зацепить. Знаешь, что напоминает из серии, вот как вот есть Масяница, свою специфическую анимацию? Вот это тоже к таким взрослым мультикам относится, знаешь. Ну, то есть ребенок, вот, всякий ребенок, ты снимал бы такой мультик? Я думаю, нет. Может быть, смотрел, может быть. Мне просто не нравилось бы, но я такой смотрел бы. Смотрел бы, да. Ну, ты бы, наверное, Юрморов такого не выкупал бы, наверное. Особенно хотелось бы выделить серии, где совмещались 2D и 3D персонажи. Кто знает, возможно, удивительный мир Гамбала подсмотрел это тут. В 2013 году на свет появился мультфильм под названием «Возвращение Буратино», который, как я понял, не особо любят, но по мне он лучше, чем можно подумать на первый взгляд. Стиль мультфильма, конечно, может оттолкнуть часть зрителей, но на деле такая стилистика отлично вписывается в местную атмосферу безысходности. Вообще, начало мульта с этими несчастными игрушками завораживает. Это неопрятная кукла, этот медведь без лапы. И все они вынуждены скрываться, чтобы не стать жертвами в охоте на игрушек, где их жестоко перерабатывают. Так, похоже на историю игрушек. Много минуты вот такого завораживают ощущением отчаяния. Но потом, к сожалению, появляются персонажи Буратино. И мне кажется, одна из основных проблем мульта то, что он позиционирует себя как продолжение мультика 50-х годов. Ну, по крайней мере, так написано в Википедии. И история сама говорит нам о том, что персонажи уже знакомы друг с другом. Так ты Карабас! Все в куколки играет. Карабас. Вот и свиделись, Буратино Карлович. Вот только я... Блин, это как-то так странно, это как-то некомфортно даже смотреть почему-то. Знаешь, ты, наверное, в детстве видел вот этого классического Буратино, да, там 50-х годов? Если он как-то отложился, ты про это даже не слышал, ты сейчас это увидел, и ты такой, типа, что вообще происходит? Ты не можешь их как-то ассоциировать вместе, потому что там все-таки как-то детский мультик, и когда эти персонажи не в качестве какого-нибудь, знаешь, там, юмора, вот как приказали по этого Буратино, а просто как на серьезных счетах продолжение, как-то это не так уж совсем воспринимается. Не сказал бы, что их характеры соответствуют персонажам прошлого. Мальвина вот вообще вызывает лютое раздражение своим поведением. Бессовестный! Как упаду сейчас в обморок, будете знать! Как сдохну. И все-таки ура! Да и вообще всплывают хронологические вопросы. Перед нами современная Москва. И если можно принять, что игрушки смогли дожить до этого времени, то как сменивший имидж Карабас-Барабас и тот же Дури Марс только прожили, непонятно. Здоровым образом жизни и фитнесом тут явно не пахнет. По-моему, нужно было просто делать новую версию с нуля, без каких-то подвязок под прошлое. А так это не выглядит как адекватное продолжение. Скорее, как вторая часть истории, у которой никогда на деле не было первой части. Поймите правильно, тут есть интересные находки. Например, песенка гламурных кукол, которые пытаются продвигать общие нормы для всех игрушек. Но, к сожалению, в общем сумбуре и странном позиционировании истории все это теряется. Однако мультик все равно стоит заценить хотя бы ради местной стилистики. Мы сейчас встретимся! Мы обязательно встретимся! Вот, мистер Клян все патянули. Ага, конечно, само собой, сиквел не вышел. И вот смотря на это, можно задуматься. А что если открыть западным странам, которые по сути знают только историю Пиноккио и его различных интерпретаций, историю Буратино? Может быть у них случится тоже сейчас ситуация, которая случилась у меня сейчас, когда показали продолжение Буратино. Такое, как будто что-то знакомое, ну хоть отторжение, да, будет вызывать. А может это совсем не сравнят? Может они сомнимы? Может быть, как совсем другой мульти воспринимать будет. Совсем другой персонаж, у него нос не рос. Да, там и мораль другая у сказки, персонажи есть новые. Но это частично было сделано недавно, но только полностью неправильно. Познакомьтесь, это Пиноккио правдивая история. А чего они забыли задник ему какой-то красивый нарисовать? Или они решили не париться? Просто модель... Или это такой реально был постер? Или это просто рендер персонажей? До этого нам, понимая, шли в ралли, а теперь, видимо, расскажут суровую правду, основанную на, я не знаю, реальных событиях, приключений ожившего дерева. Правда! Живите по правде! И вы, наверняка, глядя на название, можете подумать, что это западный мультик. Но нифига! Это русский мультфильм студии под названием «Лицензионные бренды», которая пропихнула это детище на запад, и, как ни странно, Пиноккио действительно вызвал там ажиотаж. Еще на стадии трейлера! Но вовсе не потому, что зрители увидели там какую-то гениальную сюжетную завязку, а потому что их вынесло с озвучки Пиноккио. Ну-ка, ну-ка, давай. Папа, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. Да, и здесь... Что-что-что не так? Ну, послушай, как он говорит. Как-то он реально деревянный. Ну, прям вообще по жизни такой. Очень странная манера главного героя растягивает слова, будто бы актер озвучивает стереотипного гея из фильмов 90-х и Пиноккио. И интернет, в особенности ТикТок, просто не мог не среагировать на это. Мемы коснулись в том числе и русского сегмента. I don't believe by eyes. Your name will be... Пиноккио. Забавно, но в русском дубляже мультфильма этой отличительной черты не досчитались. Как и букв в словах в русском трейлере. Где? История, что случилось? Уточню, что слушая в русском дубляже, мы теряем часть очарования происходящего. Я расскажу вам совершенно правдивую историю. Правдивую в своей идиотичности. И мне очень нравится, как здесь показан процесс создания Пиноккио. Знаешь, что тут проблема какая у Пиноккио? Так, так, не надо. Знаешь, какая тут проблема у него? Его сделали слишком очеловечным. То есть у Паратина нос хотя бы был длинный, торчал, видно было, что он деревянный. У Пиноккио то, как будто просто кукла мальчика, реально мальчика кукла. По сути, вот он не сильно отличается от этого человека. Да, просто свет. Это тоже как будто даже деревянный. Даже не видно, что у него дерево на самом деле, этих фактурок, далека особенно. Ну, и волосы чуть видно, наверное. И звук. Слышно. Два удара молоточком. Собрали. Как будто не выстрогал себе сына, а просто заказал себе огромную фигурку с Алиэкспресс. И да, как вы могли заметить, никакого длинного носа тут нет. Ну, на человека похож. Ну, где вы видели нос, который растет? Ну да, какая тупость. Говорящая полено, это приемлемо. А когда речь идет про растущий нос... Это они просто Пиноккио засрали. ...то уже проходит грань. Лицо у него какое-то глупое. Слушай, я смотрю на эту лошадь, и я чисто из нескольких мультиков точь-точь лошадь, как не с Пирит, а из каких-то других мультиков мы с тобой видели. Ну, прям вот она прям... В Мадагаскаре похоже. Вот-вот как будто... Нет, понимаешь, что лошади, они везде одинаковые лошади. Тут прям рисовка очень похожа. Чтобы было сделать куклу и повеселее. Например, как в этих версиях Пиноккио. Согласен. Из этого выйдет очень интересная история. Как круто, что этот мультик пытается убедить меня в том, что он представляет собой интересную историю... Постоянно говорить. ...вместо того, чтобы показать интересную историю. И вот однажды Пиноккио видит прекрасную синеволосую девушку, чья лошадь словила панику, спасает ее из этого опасного положения и влюбляется. Вы, конечно же, ожидаете, что это Мальвина. Ведь вроде бы очевидно, что это тот самый персонаж, но... Я Белла. Я, честно говоря, не могу... Белла. Зачем? Хотя бы в русском дубляже ее нельзя было назвать Мальвиной. Возможно, какие-то проблемы с авторскими правами. А возможно, имя Белла должно вызвать у зрителей более приятные ассоциации. Потому что она Белла. А еще тут вместо театра кукол у местного Карабаса цирк. Классные изменения. Хорошо, что теперь нам рассказали правду. Нет. Был такой мультик под названием Правдивая история. О, я это смотрела. Это я смотрела. Я не знаю, почему она смотрела. Ну, нормально было. Ну, нормально. Шапки. Не восторг, но нормально. Я не знаю, отсылались ли на него создатели Правдивой истории Пиноккио своим названием, или это просто совпадение. Это совпадение. Но мультик про шапку действительно был любопытной постмодернистской интерпретацией, где персонажи могли отойти от своих классических образов. Да и сама концепция была довольно нестандартной. Каждый герой от волка до бабушки рассказывал свою версию произошедших событий. Там детектив было. Нарая банальная сказка превращалась в детектив. При этом мульт выглядел довольно дешево, но вытягивал каким-то креативом. А вот что Пиноккио правдивая история. Заменили театр на цирк, а длинный нос на короткий нос. Правдивая история. Последний счет выглядит как просто попытка сэкономить, а не как какое-то оправданное нововведение. Пиноккио берут в цирк, он привлекает новых зрителей, чего не хватало Карабасу. И теперь пришло время рубрики Драма на пустом месте. А вы не боитесь, что он вернется домой? Не вернется. Он влюбился в Беллу, так что будет сидеть как привязанный. Ох, ну и мразь же он! Нет. Он же не специально послал эту самую Беллу, чтобы такой манипуляцией заставить Пиноккио на него работать. Это произошло случайно. И что Карабасу, чтобы поступить по чести, нужно было уволить Пиноккио за то, что он любит женщину больше своей работы? Это так тупо! Это обесценивает и драму, и злодея как такового. Ну и что сделает Белла после того, как услышала это? Скажет Пиноккио, что Карабас пользуется им и адекватно все пояснит? Нет. Ты отличный парень, но... Он его в френдзону отправит, даже без объяснений. Да... Иди, немедленно! Но, но... Уходи! Убирайся вон! Ты мне не нравится! Красивый! Ну или так. С Пиноккио говорят лис с котом, и вбивают ему мысль, что расставание с Беллой произошло из-за того, что Пиноккио не настоящий мальчик. Мол, Белла когда-нибудь вырастет, а Пиноккио так и останется деревом. И даже эта драма кажется надуманной. Ведь Пиноккио тут и не выглядит куклой. Да, в общем дело. Вот сравните с той же диснеевской версией. Он скорее выглядит как обычный пацан с дешевым аквагримом. И вот Пиноккио пытается выбить превращение в мальчика у местной волшебницы. Разумеется, я вижу, что ты из дерева. И даже догадываюсь, кто тебя создал. Темный владыка Люцифер, само собой. Волшебница говорит Пиноккио, что еще не время. И мультфильм в последние полчаса все же понимает, что из Карабаса выходит... В смысле, почему не время? Что за отстрочка такая? Я думала, она хоть даст ему какую-нибудь там... Типа, волшебство так не работает для того, чтобы тебя расколдовать, потому что прошло какое-то испытание. Типа, должен выполнить какой-то квест и дать тебя расколдует. Так просто, тебе не время. Туйный злодей. И чтобы это в попыхах исправить, Карабас похищает отца Пиноккио, чтобы тот настругал ему толпу таких же. Но Пиноккио, конечно же, побеждает злодеям, обгорает при пожаре и... Очнись, прошу тебя. Магия. Мальчиком стал. Слушай, ничего же не поменялось. Стал человеком. Ну, теперь с помощью тебя даже костер не получится разжечь. Раньше от тебя было потенциально больше толку. Здесь было острее борода. Спасибо. Вместо того, чтобы наконец представить... Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. ...западным зрителям, этот мультик просто неумело понатыкал элементы. У нас есть Мальвина, но это как бы не Мальвина. У нас есть главный злодей Карабас-Барабас, но как бы не он. Вышла просто унылая солянка, которая и не является действительно свежим взглядом на старую историю, и на деле это и не Пиноккио, и не Буратино. Ну, зато в Тик-Токе порохлили люди. Можно поржать с голосов, то на русском можно лишь словить скуку. И все же оценить иронию. Когда-то оригинальный Пиноккио был изменен для создания сказки про Буратино, чтобы спустя годы части его задумок перекочевали уже во что-то с названием Пиноккио. Воистину, круг замкнулся. Ну, а с вами был Акар. Всего хорошего и спасибо за рыбу. Так они в итоге делали на американскую аудиторию? Ну, видимо, пытались. Ты же видишь, была озвучка даже английская смешная, с которой все погорали. В общем, дело. У тебя уже с детства есть какая-то одна история, одна концепция, которая тебе просто запала в душу, понимаешь? То есть, смотря, что ты где прочитала и что тебе больше показывали. Я в детстве и Пиноккио читала, и Буратино смотрела. И, допустим, для меня это, в принципе, как отдельные произведения идут. Ну, то есть, как будто по мотивам. У меня нет такого, что это как одна история. Потому что Буратино так сильно, как бы, видоизменили с Пиноккио, что он вообще по-другому воспринимается. И как бы это нормально. То есть, я думаю, что много детей, в принципе, даже Пиноккио не читала, ну, только Диснеевский, может, посмотрела, а начинала с Буратино. То же самое и американские зрители. Они видели Пиноккио, тут им показывают какую-то историю. Они такие, что вообще происходит? В смысле, новая Пиноккио. Что вообще за фигня, понимаешь? И у них не будет такого восприятия этой всей истории. Дело в том, я же говорю, что ты первое увидел, то тебе отложилось. В общем, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.